Сегодня мы ведем репортаж торжественного приема от имени посла Российской Федерации и его супруги по поводу вручения верительных грамот генерал-губернатору Австралии. Церемония состоялась 12 октября, символизирующая официальное начало работы главы дипломатического представительства Российской Федерации в Австралии. Какие у вас ощущения после официального вступления полномочия главы представительства Российской Федерации в Австралии? Ну, вы знаете, полномочия, если, собственно, главы именно представительства, то они у меня начинаются с 28 июля, с момента подписания указа президента, поскольку внутри посольства, разумеется, мы руководствуемся решениями высшего руководителя нашей страны. Что касается представительских функций, ну, дело в том, что в нормальной дипломатической практике, конечно, посол до вручения верительных грамот, он немножечко ограничен в уровне контактов. Сейчас я уже могу свободно, по крайней мере, запрашиваться на визиты высокоправительственного уровня, чем я обязательно воспользуюсь. Планов много. Понимаете, даже немножечко начинаю не то, что теряться, но уже проблематично выстраивать все вот в ряд, потому что очень много дел в работе с отечественниками, я не случайно начал с этого, потому что это один из ключевых приоритетов для меня. Сегодня вижу много хороших наработок, вижу, в чем мы можем улучшить свою работу, имея в виду не только посольство, но и со стороны того, что делается уже по линии центра, как мы называем, Москвой. Второй, безусловный приоритет, не по степени важности, может быть, по этой приоритете, наверное, номер один, это выстраивание наших двусторонних отношений с Австралией. Они пережили непростой период, будем называть вещи своими именами. Сейчас они выравниваются, конечно, достаточно дозировано, потому что много вопросов остается предметом разногласий. Но, с другой стороны, крепнет общее понимание того, что есть ряд крайне важных тем международной поездки дня, где мы должны сотрудничать, где важное сотрудничество перевешивает все какие-то наши трения, которые могут быть. И, в общем, сейчас мы выходим на такое общее понимание с австралийской стороной. И я, как посол, буду все делать, чтобы удержать наши отношения вот в рамках этого позитивного тренда. В этот вечер резиденция посла вместила большое количество гостей. На приеме присутствовали главы дипломатического корпуса различных государств, представители организации российских соотечественников, священники русско-православной церкви и просто соседи. Сегодня у нас есть республика республика. Когда вы думаете о России, какие ваши первые думки, о том, что вы думаете, о том, что вы думаете? Ну, мои первые думки о России. А потому что мы на республике, я подумал о водке. и, возможно, о каких-то типических продуктов и традициях, как танцевать. И я думаю о большой стране и большой силе. Что вы думаете о сегодняшнем рецепте? Ну, я думаю, что всегда хорошо организовать рецепт, когда мы присоединяем кредития к главному генералу. Это было очень радо для наших русских коллегов, чтобы приглашать нас все, после того, чтобы присоединили свои кредития к главному генералу. Что вы желаете к новому русскому амбассаду в Австралии? Я желаю ему полный успех, чтобы проводить очень хорошие годы в Австралии и в его трудной позиции. Когда вы думаете о России, что ваша первая впечатляет? Вы помните, когда в время Чехословакии, и все время, что есть айс-хоккейные матчи между Россией и former Чехословакия. Но Словакия, это, может быть, самый эмоциональный. Мы славянские страны, и есть очень много симиларий в нашей культуре. Скажите, какое у вас впечатление о сегодняшнем приеме? Ну, впечатление двоякое. С одной стороны, вроде бы приглашали на типичный дипломатический прием по случаю приезда нового посла, кредитованного в столице Австралии. А с другой стороны, это был прием близких людей. Поэтому с первой минуты как-то почувствовал себя где-то как дома, среди своих. Поэтому было приятно увидеть, ну, мы познакомились немножечко раньше с Григорием Семеновичем, но было приятно увидеть его уже в амплуа полностью посла, вручивший верительные грамоты, замечательная речь с отличным тонким юмором, раскованная, замечательная атмосфера гостеприимства, которая создана и супругой Ириной Николаевной. Но, возвращаясь к профессиональной стороне дела, конечно, хочется пожелать успехов всячески своему коллеге. Хотя момент может быть не самый благоприятный и радужный в двусторонних отношениях, все это знают, но действительно есть надежда, и мы уверены, что ситуация изменится к лучшему, и несомненно, что новый посол также продолжит дело и приведет к большему потеплению, улучшению отношений между странами двумя, которые, в принципе, достойны партнеры друг друга. Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке, где все присутствующие были окружены широким гостеприимством Григория Семеновича и Ирины Николаевны. — Прием замечательный, спасибо большое. А вот расскажите, как организация происходила? — Приемы? — Ну, просто было колоссальное и великое желание пригласить... Ну, я бы хотела сказать дорогих и близких, но поскольку мы всего здесь полтора месяца, мы не можем так сказать, но эти полтора месяца мы познакомились очень со многими. Мы познакомились с нашими замечательными русскими соотечественниками, которые приехали в эту для нас уже очень знакомую, нам кажется, страну разными путями, у всех разные судьбы, у всех разные истории, у всех разные семьи. Но нам хотелось сегодня соединить и наших коллег по нашей дипломатической стезе, дипломатического корпуса, наших австралийских друзей, потому что мы уже успели за эти полтора месяца познакомиться с нашими соседями, которые живут рядом. Это замечательные люди. Мы очень дружны. Мы пригласили наших соседей буквально на первый чай. В нашем доме мы открыли дверь и сказали, что мы вот приехали из России, мы представляем нашу страну, и мы хотим понимать Австралию, мы хотим дружить с теми людьми, которые живут рядом, понимать правила, обычаи, культуру, историю. И сегодня на этом приеме, я даже не скажу прием, это какая-то встреча, ужин, наверное, какой-то такой вот хороший вечер. Соединились очень разные люди. Сегодня нашими гостями были австралийские замечательные дизайнеры, художники по стеклу. Я с ними познакомилась несколько недель назад, побывала в их студии, мне захотелось их сегодня пригласить. И для них это было тоже определенное открытие, вдруг увидеть русских, которые приехали в Австралию, которые интересуются не только политическими вопросами, но культурой, историей, и им интересно австралийское искусство. Поэтому сегодня соединилось очень многое. Мы очень готовились, мы переживали, мы хотели приготовить что-то такое, чтобы всех порадовать. Надеюсь, что получилось. Поэтому мы всем сказали сегодня, что двери нашего дома открыты. Это территория Российской Федерации. И мы всем будем очень рады, всем друзьям и всем, кто захочет нам прийти в гости. My name's Harriet Schwartzrock, and this is my partner, Matthew Curtis. And we run a glassblowing studio near Canberra, and we were fortunate to have the ambassador's wife, Irena, come and visit us as one of her first outings when she was first in Canberra. So what do you think about this reception? Oh, it's lovely. It's such a treat. I've enjoyed your hospitality. Lots of vodka. It's very good. And some caviar. And I enjoyed trying the kvass. That was very delicious, actually. I love that flavour. I've been looking at some of the paintings in the residence, and I guess I was drawn quite a lot to, obviously, the ones with snow. I think of snow, but I've not been to Russia, but Matthew's done a rail trip through Russia. I travelled through Russia, from Beijing to Moscow, when I was younger. So I have very fond memories of that experience. Friendly people and enjoyable. Again, Lord, thank you guys. Have a great day. Продолжение следует...